Взгляните в зеркало. То, что вы видите, результат тысяч лет эволюции. Она сделала наши лица такими, какие они есть сегодня. Наши уши, глаза и нос устроены наиболее эффективным образом. С их помощью люди выживали, слыша потенциальную угрозу, чувствуя запах еды и видя то, что их окружает. Функционально мы полностью укомплектованы. Однако, если говорить о дизайне, ключ к красоте в пропорции. Мы легко запоминаем выделяющиеся лица. С большей вероятностью мы вспомним крупные уши и широкую челюсть. Однако мы не осознанно считаем красивыми симметрию и пропорциональность. Мы можем смотреть на человека и не понимать, почему он произвел на нас впечатление. Возможно, секрет в необычных пропорциях лица. Миром, который мы знаем, правит математика. И одним из наиболее известных явлений считается золотое сечение. Ну, знаете, это бесконечная спираль. Буквально бесконечная. Как нескончаемое число пи. Идея золотого сечения существует еще со времен Древней Греции. Однако математическим выражением оно обзавелось только в 16 веке. Число фи начинается с 1,618 и никогда не заканчивается. Оно олицетворяет красоту и совершенство окружающего нас мира. Однако вернемся к золотому сечению лиц. Идеальная внешность означает, что каждая часть лица находится на идеальном расстоянии друг от друга. Нос не может быть слишком длинным или коротким. Уши не могут быть слишком крупными или торчащими. Глаза не могут быть посажены чересчур далеко или близко. Считается, что лица людей с такими пропорциями совершенны. Но даже если кто-то и обладает идеальными чертами лица, сохранить их на протяжении жизни невозможно. Какие-то черты с возрастом становятся крупнее. Может увеличиться или уменьшиться расстояние между носом и ртом. Не говоря уже о том, что такие детали, как глаза, скулы или подбородок, меняются, нарушая идеальное золотое сечение. Представьте, что вы столкнулись в метро с обладателем идеального лица, попадающего в золотое сечение. А теперь представьте, что такие лица у каждого окружающего. Люди всех возрастов ходят с идеально симметричными лицами, как будто сошли с конвейера. Телу тоже пришлось бы адаптироваться к такой симметрии. Тогда наши руки и ноги были бы одинаковой длины. Расстояние от головы до туловища отличалось бы от теперешнего. Что же касается расстояния между туловищем и ногами? Ходить было бы довольно проблематично из-за нарушенного равновесия. А теперь вообразите, что вы вдруг оказались в таком мире и остались единственным человеком, не обладающим пропорциями золотого сечения. Проснувшись утром, вы не замечаете изменений. Теперь вы идете по улице, держа телефон возле уха. Неожиданно вы замечаете, что на вас многие смотрят. Сперва вы игнорируете взгляды и идете дальше. Однако люди продолжают странно глазеть. Вы засовываете телефон в карман и осознаете, что все люди похожи друг на друга, кроме вас. В этом мире люди идеальны. Им не нужно переживать, что с утра что-то пошатнет их уверенность в себе. Можно с раннего возраста предсказать, как они будут выглядеть в 40 или на пенсии. Все стараются вас избегать, никто не решается подойти ближе. Вы отправляетесь в магазин, где есть зеркало. Ваше лицо осталось прежним. Выйдя на улицу, вы замечаете, что все вокруг как-то меняется. Машины выглядят по-другому, они стали пропорциональнее. Фонарные столбы стали короче и отбрасывают идеальные круги света. Кажется, будто вы очутились в игрушечном мире. Люди даже ходят одинаково. Друг звонит вам и просит о встрече. Вы запрыгиваете в автобус и пытаетесь найти, где бы сесть. Однако сидения тоже изменились, и вы в них больше не помещаетесь. Вы выходите из автобуса и направляетесь к другу. Увидев вас, он пугается. Его лицо изменилось. Немного успокоившись, друг предлагает вам попробовать выяснить, что же произошло. Вы нанимаете сыщика, чтобы он узнал для вас правду. Однако, несмотря на профессионализм, сыщик заходит в тупик. К этому нет объяснений. Кажется, что мир просто изменился за доли секунды. В конце дня вы возвращаетесь домой поверженным. Вы надеетесь уснуть и проснуться в старом добром мире. Однако с утра все остается прежним. Проходят недели, вы все еще пытаетесь привыкнуть к бесконечным взглядам окружающих. В конце концов, вас увольняют, и вам ничего не остается, кроме как сидеть дома большую часть времени. Кажется, что вы годами не выходили на улицу. И даже ваш единственный компаньон, золотая рыбка, выглядит необычно. Не только люди, но и все в этом мире подчиняется золотому сечению, включая животных. К примеру, золотистый ретривер. Расстояние от кончика морды до ушей у него теперь совершенно другое. Да, он явно растерял свой шарм. Кошки тоже выглядят как-то странно. Вы отправляетесь на сафари, чтобы понаблюдать за удивительными животными. Вы видите носорогов, слонов и жирафов, которые пытаются укрыться в тени от жары. Джип, в котором вы едете, построен в соответствии со стандартами золотого сечения. Вы замечаете жирафа недалеко от машины и достаете бинокль, чтобы получше его разглядеть. В не совсем идеальном мире у жирафов очень длинная шея, чтобы они могли доставать до листьев на верхушках деревьев. Однако здесь из-за золотого сечения жираф больше похож на ламу или верблюда с такой же короткой шеей. В отдалении вы замечаете львиный прайд, немного квадратный. Морды у больших кошек странной формы и выглядят не слишком симпатично, однако технически их в компорции верны. Но есть проблема. Пасть и челюсти львов созданы, чтобы кусать и удерживать добычу. В новом образе эта задача им не по зубам. Вы бредете пешком вдоль амазонки и неожиданно натыкаетесь на змею. Однако она ничего не делает. Просто лежит, свернувшись идеальными кольцами. Все растения, на удивление, симметричны и пропорциональны. Вы не можете не думать о том, что все кажется слишком идеальным, чтобы быть настоящим. Пробравшись мимо змеи, вы встречаете новую угрозу. Перед вами возникает ягуар. Его зубы странно выпирают. Да и вообще он выглядит даже мило. Далеко не так страшно, как в том другом мире. А теперь вы любуетесь древними пирамидами в Египте. Невероятные памятники вызывают у вас восторг. На удивление, в идеальном мире они выглядят точно так же, как и в обычном. Некоторые математики называют Великую пирамиду Хеопса идеальным примером золотого сечения, основываясь на измерениях ее основания и высоты. Однако это сооружение было построено людьми, а не природой. В нашем мире ничто не идеально. Пожалуй, это и к лучшему. Существуют высокие и низкие люди. Стройные и приземистые. Недостатки делают нас прекрасными и уникальными. Некоторые вещи все же приближаются к золотому сечению. К примеру, головки подсолнухов или шишки. Но и они не соответствуют ему полностью. На самом деле число Фи не встречается в природе. Морские ракушки, хвост хамильона, раковина, улитки и другие спиральные вещи не попадают в золотое сечение. Пусть так и кажется на первый взгляд. Это довольно распространенное заблуждение. Однако математика все же выигрывает. В любом случае помните, что красота субъективна. И вовсе не число Фи делает этот мир удивительным. Редактор субтитров А.Семкин